Продолжение следует... Не только должна быть такая пауза в молчании. Приготовь себя к молитве тем, что ты не впустишь в себя лишние образы, тексты или какие-то картинки. Не надо много смотреть телевизора. Будут мешать молиться сериалы, постоянное листание картинок в соцсетях, просмотр каких-то видео. Все это будет отнимать твое внимание, лишние разговоры, пустословия. Это во-первых. Во-вторых, будьте постоянны в молитве, говорит апостол Павел в послании к Колосиным, бодрствуя в ней с благодарением. Во-вторых, для того, чтобы Господь быстрее тебя услышал, это очень важно, и это советуют все святые отцы. И начни молитву с благодарения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Будь постоянен в молитве. Тот, кто трудится в молитве, много и часто вставая на молитву, тот постепенно обретает в ней внимание. Вы знаете, у великого учителя духовной жизни, преподобного Иоанна Лесточника, у него есть удивительные слова. Он говорит, что количество молитвы бывает причиною качества. Вот задолго до Гегеля переход количества в качество описан Иоанном Лесточником. Если ты трудишься в молитве много, даже если не чувствуешь никакого результата, и ты рассеян, то постепенно молитва становится другой по качеству. Почему? Потому что настоящая молитва — это диалог. Это когда Господь пришел к тебе и отвечает тебе. Мы все этого хотим. Но заставить его это сделать невозможно. Можно создать условия, в которых он может соблаговолить и прийти. И вот эти условия — это прежде всего постоянство и то, что мы называем в молитвенном труде. Когда мы свидетельствуем Богу, что мы хотим, чтобы он пришел и начал с нами говорить. И вот качество молитвы, когда мы так или иначе, наша душа чувствует присутствие и ответ Божий, не бывает без молитвенного труда. Поэтому, даже если вы ничего не понимаете, перейдите на Иисусову молитву. Например, поют стихиры, которые очень сложные конструкции, церковнославянский язык, которые вы, может быть, еще не знаете. Да если и знаете многие стихиры, без внимательного видения текста перед глазами перевести невозможно. Пусть у вас звучит в это время Иисусова молитва. Началась Екатинья — молитесь словами Екатиньи. Но еще сейчас появилась другая возможность. Можно заранее приготовиться к бесслужению. Можно скачать тексты на планшет или на телефон, тексты хир, которые сегодня будут, и обрести это богатство церковной мысли, которое там в обилии есть. У нас даже появился новый термин для прихожан, он называется «бледнолиция». Это те, кто стоят с планшетом на службе, и лицо их освещается этим, подсвечивается бледным светом. Особенно таких много на Великом каноне покаянном, которые внимательно следят. И у них слева славянский текст, справа русский перевод. И они постигают весь смысл, который преподобный Андрей Критский вложил в этот удивительный текст. Поэтому приготовьтесь, или дома прочитайте, или возьмите с собой в храм, и вам будет легче. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok